Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет. И я на уровне сложности божества, на самом последнем сложном, за Испанию прохожу Seedmare Civilization 6 на гигантской политической карте Земли. У нас уже Испания, в общем-то, стала империей, 1590 год идет, как бы вовремя, ну а я, наверное, превращусь уже в испанца и возьму имя Алехандро, Алехио, не знаю, как-то так. Так, вышли в следующую эпоху, в золото, в новое время вышли, у нас опять золотой век, у нас вообще, я не помню, был ли я в темном, по-моему, только в античности был в темном веке. Реформу денежного обращения берем, естественно, чтобы наши караваны не грабили, все остальное у нас в чем-то не так важно. Там соседство камп... Блин, надо было сначала проатаковать. Соседство кампусов не такое существенное, чтобы с него производство получать. Так, а угу мы здесь... О, давайте еще вот этим корабликом. Так, убиваем. Правда, мне этого линейного пехотинца могут добить вот эти все польские юниты. Ну, в конце прошлой серии мы там Австралии и Ацтеки объявили войну, фиг с ними. Так, строителя захватил, тоже фиг с ним. Мне страшновато там камень пока обрабатывать. Пускай стоит. Или может куда-нибудь сюда переводить рабочего. Так, этот... Давайте здесь соберем. Тут, конечно, есть где мешаются, вот тут мешаются, но далековато туда археолога везти, а другого какого-нибудь археолога. Классно я здесь поставил метку на театральную площадь, хотя у меня есть театральная площадь уже. Так что, видимо... Наверное, аквариум. Аквариум я здесь построю, а потом морской порт. Вот так давайте сделаем. В Толедо продуктовый рынок. А давайте аэродром. Один ход. В принципе, у нас есть пустынное место для аэродрома. Севилья, продуктовый рынок. Ну, теперь можно и храм. Хотя, может, шпиона? Давайте шпиона. В надежде, чтобы когда-нибудь все-таки это в индуизм превратится. Так, тут можно гавань. Промышленная зона, конечно, плюс 4, но... У нас магнус здесь будет прокачанный на... Кстати, можно его уже и прокачать, я думаю, на кооперацию, чтобы со всех промышленных зон. А тут у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не дотягивается до Севилья. Поэтому... Гавань тут, в принципе, нормальная. На плюс 3. Вполне терпимо. Так, морской порт. Можно еще... Еще... Район построить. Десять жителей. Что с кампусом? Кампус тут грустный. Театральная площадь. Ну, вообще, вот здесь, возможно, кампус. Мне надо вот здесь убрать как раз археологические раскопки. Так что, наверное, давайте пока фабрику делать. Потому что тут-то на Севилья она точно влияет. Так, тут кампус закончил, но я не хочу тратить деньги. Хочу их на самолеты пока оставить. Так, тут что-то оружейное долго строится. Ну, надо строить оружейное, а военную академию купить, наверное. Тут, конечно, маловато производства. Ну, что поделать. Наверное, постою, полечу под рыцарем. Так, этот рабочий... Пойдемте-ка кита обработаем. У нас есть, правда, один кит, но за этим мы сможем торговать. Так, а этим я все плыву увидеть Окленд. Но, по идее, он вот тут должен быть, если что вот тут по... Нет, вообще, Новая Зеландия пониже. Вот тут, наверное, она. Но, так как мы границ не видим, я думаю, что Окленда все-таки нету на карте. К сожалению. Так, слушайте, мы же компьютеры открыли. Надо вообще посмотреть. Затапливать... Ну, можно ли где-то плотины построить? Чтобы не затапливало. Давайте пройдемся по городам. Мадрид. Нет. Толедо. Нет. 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 Нифига себе. Что, у меня нигде не будет ничего затапливать? Серьезно? Подожди, я ее точно открыл? Да, компьютеры. Вот морская плотина. Серьезно? Вообще ничего. Может, тут на этой карте просто нету затопления? Ну, видите где-нибудь иконку волны? Вот волны, они означают, что там затапливают. Так я зря в плотины сушите. На этой карте тупо ничего не затапливается. Смотрите. Ну, то есть можно было и не заглядывать в компьютеры так рано. Да. Но это легче делает, конечно, игру. Несомненно. Тем более для меня, у которого все на побережье. Да, вообще ничего не затапливает. Великолепная театральная площадь в Лондоне. Так, ага, вот она построена. Ну, так может, тут все-таки амфитеатр тогда сначала? А потом даже, наверное, археологический музей еще один. Сделаем так. Мокша в Валенсии. Тут, значит, на рост переключаем. Да, что-то мне помнится, что и на той карте, кстати, земли, на обычной тоже, по-моему, не затапливается. Конечно, странно. Это все странно, но... Вот так сделана карта. Вот это место у нас тут для аэродрома. Нет, с Египтом мы не будем заключать мир. Им у тебя тут осталось пару ходов. Ацтеками? В смысле, ацтеками за... Каравеллой? Ничего себе. Ну, мне там ацтек не нравится. Вообще не нравится. Так, рейнджер. Так, надо нефть следующим ходом открыть, и тогда будет понятно с самолетами. Так, тут ни до кого не достреливает, да, кораблик? Ладно. Так, здесь мы пообстреливаем этого. Наверное, не буду атаковать, пускай постоит, а кораблем я поплыву с каравеллой разбираться. Фрегатом. Блин, каравелла, конечно... Там ацтекская очень не в тему приехала. Мадрид, оказание помощи завершено. Пингала. Еще не может вернуться. Просто, ну, он на гранты прокачивает. Мне кажется, тут нет смысла проводить исследовательские гранты, если пингалы нет. Аэродром негде ставить. Военный лагерь. Аквапарк. Так, ну, этот аквапарк тут на всех действует. Я еще... Вообще, я думал, тут в Севиле аквапарк. Пригород. Пригород я тут не построил, да? А стоит ли... Тут пригороды на 4, это очень крутые клетки. Жалко их... Было бы... Убрать ради жилья. Тем более, тут жилье будет, когда пингала вернется. Тут так есть два жилья. А пингала еще вернется, это будет еще больше. Да и роста тут нету, видите? Как бы на еду 5 ходов. Ну, хотя... Давайте на еду оставлю 5 ходов. Район, очевидно, не строим никакой. Тогда что мы тут строим? Ну, может, каперы тогда... Или оказание помощи продолжим, чтобы получить... Ведь я отстаю по оказанию помощи, вообще-то. А осталось сколько? Три хода. Ну, вот давайте, показываем помощь еще. Вот по 2 хода. Как странно... Приехал... Крылатый гусар... И умер. Так, в Валенсии оказание помощи тоже 2 хода, да? Клеопатру, ладно. Возьмем... Так, и у нас полностью собрались археологический музей, античность, промышленная эра, промышленная эра. Ну, давайте вопадание соберем реликвия. Ну, давайте вопадание соберем реликвии. Объекта, но разных авторов. Кстати, а что у нас по культурной победе? Ну, в принципе, что-то идет. О, плюс 10. Видите, в гарнизоне он будет плюс 10 иметь. Так, когда у нас Египет исчезает? Следующим ходом. Здорово. Так, тут нам надо быстрее алюминий обрабатывать. Ну, тут, наверное, можно сюда везти, чтобы потом, когда мы захватим Краков и Гданьск, сразу рабочими там поработать. Ну, я тут на автомате. Вот, я думаю, сейчас он приедет, исследует Новую Зеландию. Так, ну, тут нечего обстреливать. Прекращение духовной страны не менее важно, чем облегчение физической боли, и вы это понимаете? Ну, вообще, к чему? Все. Египет разбит. Я не могу обнять возлюбленного, но смогу прижать к груди змею. Да, если вы историю не изучали, то одна из легенд смерти Клеопатры, что когда Марк Антоний умер, то она покончила с собой, чтобы не доставаться в руки Октавиана Агуста. Сейчас, тогда он был просто Октавиан еще. О, Ковчег Завета. Реликвия. Давай-ка мы... Значит, уголь он хуняет. Ну, уголь, конечно, я ему не хочу давать. И это мне от него ничего не надо. Кстати, шелк на оливке. И можно ему еще трюфеля. Видите, он готов торговать во все. Отлично. Еще одна реликвия, которая дает туризм. Просьба о военной помощи. Цивилизация Сандок стала жертвой агрессии. Ну, я, кстати... Вопрос только, не будет ли голосовать за этой Польша. Ну, короче, я проголосую за. Просто если Польша тоже... Ну, я вообще не уверен, голосует ли... Мне кажется, Польша вообще не должна была встретить еще Корею. Так, принято. Да, едвига не голосовала, видите. Чингисхан. Да, зато у нас, по идее, сейчас должна закончиться война с Австралией. Нет, не закончилась. А, значит, помощь не заканчивает войну. Тогда ладно. Так, сейчас посмотрим, что у нас с нефтью. Меньше усталости от войны. Ну, наверное, не будем пока менять ничего. Так. Есть нефть, причем... Так, сразу надо идти ее обрабатывать. Так, это один источник. Второй источник уже... Не, он, наверное, не считается, что я его добываю. Так, на море я пока не смогу добывать. Тут все... А, вот, слушайте, а тут сразу у меня этот гавань стоит. Отлично. Значит, у меня уже нефть капает. Уже четыре. Итак, давайте мы сразу, наверное, тогда и купим двух... Так, отправка золота. Завершение проекта оказания помощи. То есть, состояние войны с целью уменьшить очки, выбросы CO2 уменьшат... Ага, у меня уменьшается за счет выброса CO2, наверное. Да, больше всего я выбрасываю. Ну, кстати, и Канада тоже, так что у Канады тоже уменьшается. Хорошо, а если я просто... Блин, у меня война. У меня вот война уменьшает очки. Фак. Ну, наверное, тогда... Не знаю, надо закончить все-таки проект. Итак, покупаем два... Биплана. Первый в мире самолет. Всего лишь 1610 год. Вас учат там, что... Пройти рай, да, вот это в конце 19 века. Вот. Реальная история, ребята. 1610 год. Первый испанский биплан. Улучшенная авиация. Собственно, в нее и идем. Или стали варенье открыть. Давайте, наверное, откроем стали варенье, а потом уже улучшена авиация. А потом в двигатель внутреннего сгорания. А потом в ракетостроение. А потом в уран. Так, где тут этот... Так, тут стоим. Что у нас тут? Шемпион хищения шедевра. Вероятность побега. Ну, давайте композиты тырить. Вообще, где это композиты у нас? Пегасия. Неужели, а это так уже три танка? Ну, вообще, я тут впереди, но это из-за компьютеров. Просто я в компьютеры вышел. Тут-то... Не совсем... Не совсем то, что надо, как так сказать. Так, кто у нас лидер по науке? А, уже я по техам. На втором месте Зулус. А к Зулусу у меня отправлено? Да, в Нангоме сидит. Ну, давайте сначала спровоцировать беспорядки, чтобы прокачать высшей вероятность, что это произойдет. Так, хорошо. Кто там дальше? Австралиец и Ацтек. Так, к Ацтеку я уже отправлял. И не получилось. А, вижу ли я города... Австралийца. Компера. Опять же, тут денег... Ну, все равно отправлю. Пока постоим. Оба города ко мне по лояльности отваливаются. Так. Ой, не-не-не-не-не. Пингалу просто пока возвращаем в Мадрид. Так, Магнуса мы уже прокачали. Ну, кстати, я не знаю, может... Виктора... То есть, тут водопровод плюс два жилья за каждый пригород и акведук. И плюс одно удовольствие за каждый канал и дамбу. Но тут этого вообще нету. Ммм, не хочу. Леон, может тогда Виктора... Качнуть. Вот, на плюс два. Но он как раз тут в... Во Вроцлаве. Нормально будет влиять. Так, шпиона закончили. Канализация не нужна. Ладно, давайте храм. Чтобы было куда реликвии складировать. У нас опять ковчег. А храм только один. Что-то австралиец всем войну объявляет. Лучше на авиация, синтетические материалы. Так, тут все запустил. Ну, вроде все норм. Так, пока опять же копим деньги на современные бомбардировщики, чтобы уже закончить с Польшей. А, и тем более, у меня тут второй алюминий только вот здесь, у Польши. Мне алюминий точно нужен. Блин, ну Польша там 316 силы всего. Я не знаю, на что она рассчитывает. Кстати, а сильнее меня получается только Зулус и Ацтек. Ой, будь я здоров. Да, спасибо. Нет. Это мы отказываемся. А что, у меня уже 10 прям алюминия? А, от городов-государств. Так, это что, эти хатусы обычно? А, я в Союзе, в Сингапуре просто есть алюминий, видимо. Артиллерия, лесопилка. Так, ну, во рту можно апнуть. Наверное, кораблик лучше апнем. Дальность, оборону от воздушных атак против морских, морских юнитов. Не, не хочу так вот плывать. Больно будет, Гданьс, меня бить так. Ну и что с оказанием помощи в итоге? Да, все, второе место. Ну, это из-за войны. Зато я вот военную агрессию выиграю. Получается. У меня будет плюс 2 к атаке города и 200 влияния. Правда, минус 20 вход, это из-за того, что я столицы удерживаю. Так, тут обрабатываем нефть еще. Пластмассы продвинули. Так, ну, нам надо теперь... Ух ты, тысяча. А это за счет того, что, видимо, я в войне с теми, с кем воюет Корея. Ну, тогда можно проекты там не выполнять будет пока. Проекты. Христос Искупитель. Блин, я думал он... А, это статуя на море строится. Тогда не надо. Три хода до Пингала. И, собственно, когда Пингала приедет, тогда можно исследовательские гранты и проводить. Блин, ну, аквапарк тут тоже не в тему. Что строителя сделать? Это один ход всего. Броненосец. Давайте подводную лодку. Одну. Ну, их две будет за счет венецианки. Так, тут ступу, наверное, можно купить. А давайте глянем, что у нас можно... О! А давайте Теслу купим. Блин, сто процентов космическая гонка. Фак, а я вот эту хочу. Слушайте, ну Тесла, наверное, сам мне уже накопится. А вот на ту я бы покопил веры. Блин, мне тогда, значит, проектов надо... Ну, как раз исследовательских грантов, чтобы очков набить. Тут давайте тоже. Тут тоже. Плюс сто процентов космической гонки. Это ж круто. Так, где тут каравелла могла... Поплыть куда? Все, в следующем ходом будем мапать выстребители. Ну-ка, работает эта прокачка для... Да, плюс 10, гарнизон, повышение. Это когда ты находишься в районе, который повышает твою обороноспособность. Знаете, захвачу, чтобы Зулус не захватил. И просто разверну. Алюминий, крабики обработанные. Блин, так тут ничего делать. Давайте ферму поставлю, что ли. О, тут... Посмотрите, какой геликорнас красивый в Киото. Причем, видите, на острове построен. О, гавань. Тут же коммерческого центра не было. Что? А караваны нам нужны. Дополнительные. Что в Валенсии? А, кампуса нету. Блин, так не хочется тут вот эту клетку на плюс 2, на кампус, переводить. Честно говоря. Давайте, может... Беспилотник уже тоже бессмысленен с этими самолетами. А, давайте оказание помощи еще одну проведем. Ой, Унсу захватили. Блин, у меня там были послы. Так, а где-то она была. Здесь, что ли, да, бразилец. Захватил, эх. И аэропорты можно будет строить. Так, давайте сразу обработаем. Благовония еще. Сейчас надо... Давайте сразу пройдемся по соперникам, с кем можно поторговать. Уран? Интересно, а почему он тут вот так отмечен? Типа убрать позицию сделки, хотя... Он как бы может торговать. Или он просто не хочет. Ладно. Кхмер. Но то, что у Ганди есть уран, немножко ссыкотно. Все-таки отмороженный ядерный Ганди. Почему-то это пишет, убирать позицию. Может, имеется в виду, когда у тебя... Так, у меня урана нету вроде. Но это в моде какая-то... Вот тут у этого и серебро, и какао можно торговать. Так, хорошо. У Бразилии кофе. Ну, соточка, наверное, многовато. Может, 30. Блин, они все-таки иногда перестают предлагать более равный договор почему-то. Вроде... Местами после патча это менялось. Ну, улучшалось, а потом они как-то в определенный момент опять перестают это. А, нет. Лисы у меня есть. Вот как удобно все-таки с модом. То есть сразу видно, какие ресурсы у меня есть, каких нету. Табак и нефрит. Так, посольство в Канаде. Что с Хамурапи? У него ничего нету. Япония. Нет. Чака. Нет. Монгол. Нет. И, наконец, Россия. Ничего нет. Все. Со всеми поторговали. Следующим ходом их апну. Сейчас сначала хочу задействовать. Так. Теперь покупаем бомбардировщики. Блин, не хватает. Думал, два уже можно будет купить. Стоит ли мне еще... Так, давайте глянем, где у нас нефть. Стоит ли мне вот эту нефть обрабатывать? У меня, по идее, в шесть должно в ход сейчас капать. Да. Три на юниты. Причем на следующий ход я апну в истребители. И, собственно, будет один на юнит тратится. А хотят еще подлодку. Ну, мне кажется, не стоит вот это обрабатывать. Мне нравится, сколько миссии выдают. Ну, что, просто вот теперь в Польшу отправляем рабочих. В бывшую Польшу. Ну, благодаря истребителю, видите, стало видно. А так как у меня прокачан фрегат на дальность. Так, тут давайте арту вылечим. Блин, а может миссию тут лучше поставить? Да. Тут лучше миссию поставить. Она тоже улучшена. Раньше миссия просто давала две веры. А теперь еще и еду, и производство, и там со временем еще. Так что миссии реально круче ставить. Японец мне открытые границы не даст. Так, что у нас по этим великим людям? 100%. Как бы я первый 10 ходов. Но, я думаю, надо продолжать. Хотя я закончу меня следующим ходом еще в нескольких городах. Я думаю, я заберу следующим ходом. Я победил. А, это я за Лондон. Да, 200 единиц мирового влияния. А здесь бронзового уровня. Даже не серебряного. Просто 50 единиц мирового влияния. Но это следующим ходом. Жалко. Там 2 очка дипломатической победы. Можно было бы попробовать. Все-таки. Строители тут уже не нужны. Ладно, давайте еще подводных лодок. Также повторю, их 2. будет, на самом деле, создаваться из-за венецианки. Так, ну вот, собственно, новые дела. Вот это Новая Зеландия. То есть, Окленд был бы здесь. Если бы он появился на карте. Так что, Окленда нету. Ну, я реально уже практически всю карту. Только вот огромную в Евразии территорию не вижу. Потому что не пройти там моим скаутом. Что вы называете своих всадников-кавалерий? Извините, я не спросил. Чувак на другом конце. Карты. Не, военная агрессия бесславно разваливается. Плюс 5. К эпохе. Украли композиты. Так, 230 влияния. Но мне их тратить... Наверное, стоит... Сразу... Кому-нибудь... Ну, как бы, поторговать эти дипломатическими очками. Так, давайте сразу апнем... В истребителе. Долетает ли отсюда бомбардирок идей, не должен. Только до... Ну, тогда перебрать... Ну, и злокору не должен долететь. 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, Дагданьска долетает. Или мне лучше в Бирмингем-Краков сначала? Давайте в Бирмингем-Краков. Что-то тут у меня еще арта подъедет. Тоже будет обстреливать. На Лас-Пальмасе просто еще один бомбардировщик купим. И вот его перебросим в Лакарунию, чтобы Гданьск обрабатывал. Так, развлекательный комплекс, тоталитаризм. Тоталитаризм, жара, июль. А, тут у меня оружие достроится, я хочу Академию купить. Да-да-да, помню. Такой Бандар-Брюней, торговый путь. Торговый путь. Аншанка, хоккея. Это все неинтересно. Так, где-то тут у нас каравелла плавала. Не видно. Так, тут у нас хищение шедевра было и вероятность побега. Ну, значит, срыв ракета строения и шпион у нас прокачан до максимума. Так, а тут, в общем-то, уже и исследовать нечего. Может, и эти корабли уже возвращать. О! Что это у нас тут? Рабочий плавал-то, а? Так, только вот здесь мы можем зайти. Я хочу глянуть, что внутри территории. Перд. Ну, Перд немножко не там, конечно. Перд должен вот тут на месте Джакарты стоять. Ну, по идее, обида сам ко мне. Через шесть ходов. Прилепится. Надо только подождать. Йокогамо на Сахалине? Или это Сахалин? Давайте спровоцируем беспорядок сначала. Следовательские гранты. Так, что там у нас? Пять ходов. Кхмеры тоже читают проекты, кстати, обратите внимание. Ну, Тесла наш, по идее. Но у меня пока нету возможности купить. Но я надеюсь, что... Ладно, давайте продолжим тогда. Следовательские гранты. Угольные... Угольные... Нет, угольные слова. Тут как раз мазутную надо. Ах ты, гадина, приплыла. Блин, где Каравелла, интересно, Ацтекская? Стоит прям под столицей и лежит такой... Где Каравелла? Где она? Где? Где Каравелла? Успешно похитили композиты. Жалко, что они космопорты, но их, может быть, даже никто и не открыл еще. Так. Да, я тут его вел, чтобы либо Антона Нариву, либо вдруг Окленд будет. Но так как Окленда нет, то мы конкретно... Антона Нариву, значит, поведем. Антона Нарива просто очень большой... Процент мне даст к приросту культуры. Ух ты. Наши действия означают, что мы хотим воевать. Интересно, что там такое дело? Вы слишком слабы, но не бойтесь, Зулусы сделают вас сильными. Ну, Зулусы сделают вас мужчиной, да? Так. Нету ли у него... Пейзаж... Пейзаж... Во, сандалии пророка. Я бы... Ну, отлично. Больше не будет компьютер предлагать мне торговать этими. Ну, это удобно. Так, давай сандалии пророка, а я тебе за это апельсинку. Нормально. Хотя, может, он селитру хочет. О, давай лучше селитру. Пять штучек. Может, даже и без апельсин... А, пускай... Пускай полакомится. Вдруг у него диатезик начнется. Не хочу я, конечно, с Польшей мир заключать. У нее уже 175 силы. То есть у нее уже практически не осталось этих армий. Так. Значит, во-первых... Кампусы и промышленные зоны. Я бы эту тоже хотел поставить, но... Некуда. Я бы лучше либерализм тут оставлял. Значит, сюда... Военные академии и морские порты. И стены... Ну, кстати, у меня и морских портов, и в академии. Нормально. Так что, наверное, поставлю. Давайте посмотрим, сколько будет плюс к науке. О! Там засорокет получается. Так. Теперь здесь военную академию надо купить. И ускорить тоталитаризм. Выполним задание Сингапура. Пингала в Мадриде. Так. Теслу забираем. Эту еще не можем выкупить. Ну, давайте тогда в Мадриде проведем. Я думаю, что следующим ходом, ну, или через ход, или даже следующим ходом, наверное, должны смочь выкупить этого ученого. Теперь бомбардируем Краков. Тут я хочу кораблями убивать. Ну, истребители в первую очередь для атаки юнитов, на самом деле. Они больше урона юнитам наносят, а для атаки города бомбардировщики. Но мне некого атаковать сейчас истребителями. То есть, пускай они лучше так проатакуют. Теперь подводим армии наши. Ну, и пушечку, наверное, тоже можно. Правда, мне для нее, наверное, этот нужен еще. А, нету ни воздушного шайка. А, нет, вот есть беспилотник. Но дорогой. А, без беспилотника он будет только на... Ладно, пускай пока там все равно стоит. О, Чака мне войну объявил. А, вот что он имел в виду, что сделает нас сильнее. Ну, давай, это интересно. Вот он как раз... Ну, слушайте, у всех, у кого больше всего армии, со мной, в общем-то, и воюют. Ацтек и Зулус. Ну, давай. Давай. Подкрасться тогда к Антону Нариву как-то. Чтобы он не вернул мне флотоводца обратно. Так, дальше. Ну, в коммунизм надо. Севилья. Ну, я бы уже заканчивал. Здесь я бы аквапарк ставил. Заканчивал с... Грантами. Именно в Севилье. Один ход Грант, потом ангар. Центр вещания. Давайте ангар. Так, как там помощь в Корее? Я все еще впереди. Так, бегал в Астрахань. Сейчас вообще из доступных путей. Из Толеда в Гамильтон. Вау. Кстати, а может там тогда союз с Уилфридом? Блин. Ну, аж же дружба уже. Ну, все-таки он дружелюбие ко мне проявляет. Вообще плюс 16. Там все увеличивается. Ну, вообще, я бы, конечно, в Гамильтон отправлял тогда из Мадрида, либо из Толеда. Ну, из Мадрида давайте. Так, первое испытание подводной лодки прошло успешно. Этот надо в Севилье Теслу использовать. Пограблю театралку просто потому, что я этот город не собираюсь оставлять. Просто мне все эти улучшения не нужны. А так хоть получу какие-то ресурсы. Блин, тут не пограбить ничего у него. Южно-корейский что? А, западно-корейский залив. А есть такой? Так, тут я уже все по максимуму сделал. Воровать нечего. Можно, кстати, партизан завербовать. Давайте сначала губернатора нейтрализуем. Так, тут археологический. Так, протестантизм еще долго держался, кстати. То есть, Англия давно уничтожена, а все еще столько городов протестантизма. Но Россия там своих апостолов тоже приводит постоянно. Ну, нам нету смысла промышленное производство китов делать, потому что оно ничего не даст мне в данном случае. Он в четвертом радиусе от города, он не будет обрабатывать просто. А второй кит это великий человек мне дал. Блин, я забыл про военного инженера железную дорогу провести. О, канадец. Так, сейчас я тоже посоль... Ну, я думаю, сейчас он точно дружбу примет, потому что он сам посольству прислал. Ну, и союз, наверное, научный. Отлично. Так, я уже начинаю культурой... Неужели что, опять культурой получится? Ну, это, конечно... Ну, я понимаю, народ пишет в комментариях, что это из-за монополий. Но у компьютера же тоже есть монополий. Видите, насколько тут быстрее. Это разница в том, в стенах. Я думаю, что здесь древнего мира... Были. Тут даже уже не пишет. А тут, скорее всего, средневековье. Не, возрождение даже. Тут были стены явно древнего мира, значит. Но когда они снесены, их просто не видно уже. Ах, что-то не видела. Ах, что-то не знают. ну что гданьска еще там что-то осталось и все момент водяную мельницу о так стоп ведь я могу покупать значит тут у нас этот индуизм надо бы именно апостолов прикупить здесь индуистских и разнести по моей давайте еще раз глянем что мне это религия реально нравится по что я могу покупать здание в компусах и территориальных районах за веру я правда уже в компусах практически все сделал а вот в театрал как можно покупать гурдвара неплохая между прочим да и стоимость миссионеров и апостолов снижена чем это по-моему на меня не действует как раз покупаем апостола а почему в священном месте тут не могу купить эту нет священную а тут стоит чем им будет интересно смогу ли сейчас инквизицию основать если смогу то соответственно мне надо инквизиторов покупать индуистских и ими все зачищать и и Нельзя налогу переключать, все, с еды уходит Кстати, я ртуть получил от Польши Благодаря этому можно неплохо еще по науке подняться Если у нас три ртути будет и торговца я получу Так, что у нас с ученым? Три, ну все, забираем Так, есть на 100% Следующий ученый, ну это тоже хороший, но 100% мне намного нравится Потому что он на все как бы влияет Так Теперь давайте посмотрим, где у нас больше всего производства Севилья 107 Ну нам надо космопорты строить Кордовый 90 Ну что, с Кордова внезапно какой-то Нехилое производство выдает Так, ну давайте тогда в Кордове Сюда космопорт после центра вещания Так, и здесь космопорт вот сюда Сейчас я успею вообще когда-нибудь театралку поставить, которая тут стоит В Мадриде, по-моему, негде космопорт ставить, да Я тут уже несколько раз смотрел Я даже никакую клетку не могу передать Да зря был, наверное, Таджмахал тут поставлен Так что Не знаю, я тогда тут Пингалу прокачаю на Куратора Подожди А смысл аккуратно? У меня тут театралки нету, да? Ну я ее могу поставить здесь Зато А давайте, кстати Тут уже, значит, производства нам не надо Потому что я не буду строить Эти Космопорт здесь Блин, мне тут надо доделать Железную дорогу, а он тут стоит Я, наверное, тут оставлю пока Подводную лодку, потому что Они мне в первую очередь для Будущего Для будущего кидания ядерками 92 культуры, сразу открыто Коммунизм и, собственно, его принимаем Это страшная картинка Так, здесь поставлю, наверное, соседство Центра коммерции гавани Потому что у меня Ну, в гавани дают Производство от верфей При соседстве Внутренних торговых у меня путей нет Поэтому я не буду Вот это ставить Алюминия и нефти мне хватает У меня уменьшается уголь Поэтому поставлю на уголь Торговое наследие нет Я хочу республиканское наследие Вот тут вопрос по шпионам поставить Или все-таки учетные банки Мне что-то учетные банки Больше нравятся Так, какую красную карточку Ну, содержание юнитов Само собой Скидка в улучшениях Что я собираюсь улучшать? Я уже все улучшил, мне кажется Я бы скидка в покупке За деньги Ну, вот, кстати, уничтожение Прошлых эпох С Польши это Наверное, по-моему Доход от мародерства Ну, такое Плюс один перемещение На родной теле Давай, дайте вот это Всегда хорошая карточка Как бы такая Универсальная Тут тоже, видите, бессмысленно Тут разрушено, нет? Нет Бессмысленно промышленное производство Опять же Благовония далеко Вот здесь надо будет Промышленное производство На благовониях поставить Так, я воюю с Зулусом Ну, наверное, все-таки Оставлю тогда здесь Армию Так Смогу я сейчас Ну-ка То есть Тут сейчас у нас 7, 7, 7, 5, 3 Я, по идее, сейчас должен получить 8 послов здесь Ну, то есть у меня будет 8 А у всех остальных по нулям Ага Прикольный, конечно Великий человек Очень неприятно Какая-то там Сильно дерешься за ГГшку А тут он вот так вот Приезжает и делает Просто Просто Унижает Вот Все-таки, наверное, вот это Сахалин Пойдем к нефти Потихоньку Создать Три армии Или армады Ну ладно, все Один ход остался У меня на самом деле Просто есть одна армада И одна армия То есть у меня всего одной Не хватало Но Фиг с ними Так, давайте я все-таки Подойду сюда Артой А, стоп Я же уже Краков захватил Что я выделываюсь Так, мне тут точно надо Рабочим сюда Будет идти Видите, не трогаю Его апостолов Ну, здесь О, я наконец-то Слушайте Я забыл совершенно Что я сменить хотел В этом городе Все это все Отдаем Лакарунье У Асуана Отбираем Здесь можно Наконец-то Какие-то районы Ставить Хоть Промышленная Плюс Четыре А театралочка По плюс Один Ну, давайте, наверное, тогда сюда Промышленную На плюс Четыре А сюда Театралку Значит, она будет тут Плюс Два Видимо Да, потому что Четыре района Так Так У нас Появились Дополнительные Караваны Из Толедо В Гамильтон Из Кордовы В Гамильтон Толедо Купим Кордова А, следующим ходом Купим Ну, я вам хочу сказать Испания очень мощно выглядит Вы знаете Потому что Ну, на самом деле Тут зависит от Континентов То есть, если есть несколько Континентов Но, в принципе Она и без Континентов Так Торговый центр Наверное, нам не нужен Будет Ваши международные Торговые пути За каждый редкий Стратегический ресурс В пункте назначения Ммм Давайте Рыночную экономику Откроем Потом Подумаем Что дальше Так У него никаких Ну, смотрите Смотрите Только тут Можно будет Кстати Запомнить И поторговать В будущем С Индией Когда мы Театралок Побольше Построим Кстати Религиозный Объект Я хочу Потому что У нас есть Два Религиозных Объекта Ницциана И я Как раз Смогу Сделать Бонус У тебя еще Мед есть Нормально То есть Нам Асунта В три В три монетки Обходится В общем-то А, слушайте Может он Уран еще Продаст Он как бы Готов Продавать Серьезно Окей Так Киты Нужны Бразилия Австралию Осудила Блин На автомате Тут Каравелла Стояла Неудачно Сейчас увидим Где у нас Уран Есть А, я Походу Получил Ускорен Ваш Ну, короче За счет Того, что Я купил Цициана То я уже Вот, тематический Бонус получил Видите, у нас Все религиозные Объекты Но разных Авторов Цициан Босх И Микеланджело Вот Если у нас Скульптуры У нас Правда Все Одни Одного И того Боже О, уран Так, вообще Давайте Трек сразу На территории Есть И он уже Добывается Что кайф И во-вторых Будет еще Там уран Да, ну В общем У меня А, он еще У Польши Даже Три источника Урана Будет Ну, зашибись Очень Здорово Так, давайте Смотреть Во-первых Могу ли я Основать Инквизицию Нет, только Распространить К сожалению Ну, короче Инквизицию Основывают Только Создатели Этой Религии Что Понятно Так Какие у нас Тут Прокачки Возможные На два Раза Больше Давайте Это Возьмем Сюда Встану Следующим Ходом Уже Распространять Блин Может Мне тогда Лучше Миссионеров В Кракове Покупать Потому что А что У меня Тут Есть Утройные Силы В других Государствах Вот Ну, правда По случаю Есть Классная Которая Убирает 75% Другой Религии Вот Это Неплохое Гданьск Гданьск Забирается Последний Город Остался Еще Стокгольм Сейчас Ко мне Отвалится Я так понимаю Они Рисованы К России Ну Это Временно Я думаю Сейчас Мы тут Заберем Так Монумент Амбар Водяная Мельница Развлекательный Комплекс Ремонт Распил Польши Все-таки В итоге Произошел Ай-яй-яй Как грустно Так Алюминий Тут Еще Камень Можно Обровня Давайте Обработаем Винишко Маяк Сейчас Надо Купить Из Кордовы Караванчик Я Наверное в кракере покупал апостолов К ним тут ближе идти Получается Хочу индуистом быть Прям Не могу Буддистом Не люблю Индуистом Только Ой Кагуану Захватил Кто-то Тоже Бразилец Да Вот тут Бразилец Пошел Во все тяжкие Смотрю Что по науке Австралия И от стеки Уже где-то Скорее всего В дальней связи Кстати Ну я бы Пластмасса Открыл У меня нефти Там Дофига Золото От лагерей Кстати Тоже можно У меня и лагерей Много А потом Давайте Расщепление Ядра Или Спутники Давайте Сначала Спутники Чтобы я мог Два проекта Делать Нет Давайте Вот так Потому что Я еще Космопор Только через 6 ходов Построю А потом еще Там первый проект Зачем А Нефтяные платформы Я смогу сейчас Ставить В Астрахань Нет Давайте Подороже Найдем Из Лас Пальмаса В Гамильтон Подождаем Окончание Строительства Космопорта Тут Объединяем Во флот Не знаю Не хочу Стокгольм Бомбардировать Давайте Истребителей Задействуем Чтоб поздно Не увидеть И Ереван У нас был Ооо То есть Ереван Позволяет С любой прокачкой Брать Апостолов Если вы не в курсе Так По идее Не должен До поздно Не доставать Поэтому Перебазируем Сюда И Алла Короня Я уже Использовал Если у нас Необработанный Уголь Где нибудь То у нас Такой минус Идет История Даже на карточку Я поставил Ну тут Будет Кстати У поляка У Польши Тут Обработан Как 8 Вход А15 Трачу Больше Может У кого Уголь На продажу Монгола 35 штук Ты все Продашь Как 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 Тебе Такое Будет Давай Я тебе Янтарь И Благовоние И Как 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 Влияние У Сразу Минус Идет Хоть Успею Что-то Потратить Ух ты 170 Влияние О Уберем Благовоние Ладно Слушайте Не буду Искать Тут Золотую Середину 35 Угля Это Здорово Стоим Ждем Стоим Ждем Когда Присоединится Эта клетка Так Наконец-то Достроим Железную Дорогу Первая В мире Да Первая В мире Их Нас Мы уже Почти В золотом Веке Хотя Еще Даже Опять Не Заканчивается Этот Успешно Спровоцировали Беспорядки Время Выполнения Заданий Давайте Снизим Нет Ну Полуостров Сахалин Да Собственно Ну Это Сахалин Очень Конечно Странно Карты Все равно Выглядит Блин Жалко Блин Тут Блин Ну космопор То надо же Строить Блин Придется Убрать Тут Что Поделать Так Капитализм Космопор Ты Этот Рабочий Куда Давайте На лес У нас На алюминии То есть Рабочий Тут Мы Собираем Каравеллы Будем их Апгрейдить Так Тут Один Под Подождем Сможем Уже Нефть Добывать Что-то Ни Ацтека Ни Зулуса Не Видать Объявили мне Войну Но Зулус Хотя бы Здесь Но Мог бы Чем-то Приплыть Вообще Или Приехать А Во Армии Кирасиров Страшно Так Ну тогда Надо Отходить Конечно Причем Пушку Все равно Могут Убить Флотоводец Накапливается На 20 Меньше Устал Не Неинтересно Это Неинтересно Арсия Завершила Создание Поселенца Освоение Сибири Видимо Идет Где-то Там Может Апнишь Втанчик Ну Нефть Это У меня Нормально Сейчас Должно Быть А эти У нас В Линкоры Не Пока Не хочу С Хамурапи Может Задружиться Он Правда Конечно В этой Партии Никакой Получился У нас Где Он Вообще Не Подари Ох Господи Хамурапи Хамурапи В промышленной Эре Остался Короче Да и Сандок Слушайте Все Все Научные Государства В этой В этой В этой игре Что Сандок Что Хамурапик Обычно У меня В партиях Реально Они Там Божат По науке А тут Жопа Вообще Конечно Ну Ну и Сусал Мне Сним Дружить Слабенький Ж Стоим Просто Может Мы Уже Давайте Отойти Отдел Пускай Плюс Три Ко всем Боевым Морским Юнитам Так Давайте Вроцлав Обращать Пока Не работает Что У нас Тут Будет За Прокачка Дополнительное Лечение Ну Давайте На реликвию Но Это Тут Не Очень В Тему Потому Что Тут Нету Никаких Хотел А Помните Апостолы Эти Идут Русские Может Использовать В Городах Других Цивилизаций С Утройной Силой Ну Давайте Тоже Мученика Возьмем Других 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 блин тут все ну ладно отправлю все учета обработано уже у поляка стоит ли дальше железную дорогу вести уголь то уходит я думаю нет давайте здесь отведу его эти шахты ракетные поставить чтобы потом в зулуса кинуть чем-нибудь тяжелым давайте ядерный синтез попробуем украсть атомную электростанцию я вряд ли буду строить ангар в толедо ну космопорт вот как раз на месте миссии вот тут мне не жалко там она мало приносила а блин я же там хотел черт это хотел не ждать губернатора а потом этими спровоцировать восстание поднять в городе археологически наверно куплю археолога и дальше фабрику я что-нибудь хочу за веру покупать о мгновенно предоставляет линкор знаете что я найму создам линкор и удалю его чтобы у меня плюс был по по углю следующим ходом я по идее должно быть плюс 9 за счет этой махинации слушайте ну я прям реально покоры покоритель цивилизации то англия египет польша третье уже будет ну и можно так три с половиной сказать что еще швеция правда это не я лояльность облик но в принципе стокгольм сейчас тоже моим будет нет это мы не будем менять золото от лагерей рыночную экономику даже хочу попробовать давайте вместо либерализма а стоп не все правильно вот рыночная экономика ну-ка пятьсот семьдесят пять триста шестьдесят восемьсот девяносто четыре да больше так теперь угля девять идет да девять как видите кайф высадился надо атаковать чтобы уменьшился видите минус 250 к буддизму так вот здесь надо выкопать ну сейчас поляка не будет смотрю все ли я сделал что хотел сожалению его апостолы уйдут давайте я наверное на всякий случай сразу еще тут куплю апостолов или блин все-таки миссионеров уже вот там вот идут буддистские апостолы то есть мне выгодно с ними повоевать будет апостолами все больше веры нету а что они ну это странно что апостолы в одной и той же религии могут сталкиваться даже не хочу пробовать знаете это еще снизит и иудаизм у меня ин индуизм извините индуизм что дальше давайте в холодную войну или лучше культурное наследие чтобы видеть кораблекрушение с другой стороны у меня не так мало не так много где археологов можно делать так лакаруния 94 но тут конечно тоже нужен космопорт несомненно может мне тут купить амфитеатры и мастерскую то есть строить космопорт уже сразу это просто купить все здесь куда мне еще деньги тратить да ладно поймали моего агента блин армия кирасиров как бы мочит танк все равно ну да ладно так давайте уберем рабочего не хочу чтобы он они его захватывали здесь ну время сказать да по бар ну еще прощавай польши нет я не оставлю служение господу я в самом начале славных дел нет самом деле в конце плюс 6 тут у нас уран и уголь еще отлично монумент водяная мельница канализация минус польша тут гавайи должны быть по идее а сколько у меня монополий кстати раз уж мы об этом говорим сколько это мне туризма будет давать мрамор монополия у ацтека у меня монополия на оливки монополия на цитрусовые и монополия на вино непонятно сколько это в туризме мне дает ну я думаю с ганди можно поторговать за работы археологические нет вот нам писательских раз два три три четыре пять шесть семь восемь ну штуки четыре можно да вы цыганить и художественных штуки три и желательно так пейзаж религиозный объект остальное посольство он примет интересно нет так раз два три четыре андрей рублев религиозный объект а там босх у меня тоже да ну давайте положим босх и пейзаж по кусай так я тебя за это винишко дам янтарь благовония ртуть и 190 вход что-то много хорошо слоновая кость цитрусовые сто восемьдесят два и киты я что-то много он давайте три ему предложим и а у меня золото сейчас нет лишь все потратил давайте следующим ходом ну то есть просто он и единократно когда предлагаешь дешевле выходит да блин чё ты высадился долбаные и у нас еще нефть интересно ну да и не знаю с кем еще теперь повоевать с лусом к нему перри перебрасывать самолеты но арту я бы здесь оставил стокгольм сам ко мне отвали я же говорил что ненадолго он на россию смотреть будет так слушайте тут следующим ходом я так понимаю просто в бирмингеме я бы тогда отложил производство что я все хочу здесь район построить на другой стороне тут можно канализацию построить ладно что нехватка жилья не оправдываю я доверие ганди что делать ой фио посудил ну это я за то что я польшу уничтожил сейчас тут много меня кто осудит из тех кто еще не осуждал ну у меня два союза хватит мне с россией канада это мне вполне вон канада ломанула 450 так спутники открыты ну давайте расщепление ядра хотя там по-моему где-то краду его шедевр и я это ядерный синтез расщепление ядра ну пошли расщепление ядра тогда откроем надо же атомки построить австралиец мир не хочет заключить 58 золота вход ну ладно приму теперь все таки с ганди поторговать теперь благовещение страшный суд и большая волна и например я хочу те вход не входа единократно 800 дать мне похоже ему мало ну блин я хочу у него эти шедевры за что это они дают ему тоже культуру понимаете и не только туризм она забираем дорого до понимаю но так у нас тематический тут может быть блин все таки это босх да два босха к сожалению тут пейзаж тоже два пейзажа а тут два босха ну ладно подождем может нам что нить привалит нормальная блин, а он отказаться он ладно, я откажусь ух ты, появились сразу мотопехоты охренеть надеюсь, они будут против фиросиров тут работать понимаешь, приехали какие-то апостолы но мне надо бы, я почему апостолов брал, потому что хочу повоевать с апостолами немца мимо чуда в три раза больше давайте у нас тут матерхорн есть на три раза больше не в три раза больше, а на три раза больше уголь минус два всего лишь идет терпимо мимо вырублены здесь пшеницу это поставлю там курорт поиск где у нас еще нефть может быть на в моих пределах не обработаны обработали обработали а вот собственно там пока это к стокгольму относится это обработали не обработали вот это я не хочу обрабатывать рыба в четвертом радиусе ну а беда стану не хочу значит тогда этого парня сюда рыбу просто соберем эти в деле будем прокачивать на то чтобы украсть там шедевр увидели эту одинокую осадную башню ацтекскую такая зато высоко сижу далеко гляжу типа амфитеатр еще археологический теоретный дождь далеко индонезию же покорили ну опять все выглядит так что я иду к культурной победе конечно у этого не взял прокачку никакую блин я зря так тут я хочу эти поставить шахты ракетные но я думаю что это уже следующей серии на этом давайте я закончу спасибо что смотрите спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества поискать для всех остальных она появится завтра играйте в умные игры всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока